Она сказала Необычным форматом решили проводить уходящий год авторы-исполнители города Комсомольск. В кафе «Луна», которое претендует на звание единственного музыкального кафе в городе, прошел акустический концерт в формате баттла. Правда, в отличие от рэперских боев, здесь никто никого не пытался унизить, а наоборот, исполнители старались поддержать затронутые предыдущим участникам темы и настроения. Получилось достаточно интересное мероприятие. На сцене Виталий Пузырев и Наталья Бессмертная. За пультом музыкант Михаил Куянов. Кстати, неделей ранее непреизойденную игру Михаила на авиалончели можно было услышать в той же «Луне». Фрагмент его выступления вы можете увидеть в инстаграм-аккаунте издательства «ДВК Медиа». Конечно, после мероприятия мы побеседовали с Виталием и Натальей. Ребят, сразу такой вопрос, почему именно формат баттла? Кто придумал и вообще эксперимент ли это или такие форматы действительно среди авторов-исполнителей бывают? Ну, насколько я знаю, у нас в городе давно такого не было. Насколько я знаю. Может быть, я ошибаюсь. Ну, почему формат такой? Ну, вот эксперимент, да. Было интересно, как это все будет между собой сочетаться. Потому что, когда я услышал первый раз песни Натальи, я вот подумал, что... Ну, нечем ответить. Да, тут такой получается, вот прям, прямо такая женская лирика, такая ярко выраженная, а у меня мужская. Мне просто стало интересно именно вот фактурно, как это будет сочетаться. Ну, здесь глубокий такой момент немножко. Я этот формат предлагал и предлагаю до сих пор, допустим, там делать такие мероприятия на наших площадках. Не только мне с кем-то, но и... Я считаю, что это жизнеспособный такой формат. Тем более, как ощущение от прошедшего? Удался батл, нет? Ну, я со стороны не наблюдала, поэтому просто, ну, я... Ну, вы же все равно отвечали друг другу. Да, ну, то есть, конечно, азарт, он есть, разыгрывается. Ты когда, ну, ты как бы думаешь, вот он спел песню, ты думаешь, а как же на нее ответить? Там, ты чувствуешь уровень, да, насколько серьезная песня, насколько она... Может, она шутливая или она философская. Ну, то есть, ты все равно это как-то ощущаешь, либо вот он энергетику такую, бах, дал в зал. И ты такой, ну, не буду же я петь там что-то, ну, там, чтобы это все гасить, надо разжигать, этот огонь разжигается. То есть, ну, ты как бы даешь еще такую какую-нибудь порцию, такую хорошую песню выдаешь. И он такой, ну, типа, тоже думает, и как бы голова шевелится, там, думает что-то. Ну, интересно, азарт, азарт расходится, поэтому... Смотрите, сейчас у нас период пандемии все никак не заканчивается. Как сейчас живут авторы-исполнители? Вы не пользуетесь большими стадионами, не собираете их? Каким образом свое творчество презентуете? Вот только на таких мероприятиях? Чтобы творчество презентовать, его же нужно еще и приготовить, подготовить, да, что-то пока пишется, пока созреет, это все ждется, да. Ну, то есть, потом, конечно, как только вот материал собрался какой-то уже, что-то, который действительно можно показать, там, выйти, спеть. Как в период пандемии это проходит? У нас квартирники ожили или нет? Квартирники ожили, они есть, они в городе потихоньку начали, потому что людям скучно, что всех загнали по домам и сказали никуда не ходить. Куда обращаться? Куда обращаться? Ну, в социальных сетях часто выкладывают. И, как сказать, период пандемии лично для меня остался незамеченным. То есть, я просто в своем ритме жизни пишу песни, складываю их в стол, готовлю вечера. Ну, хотя многие, скажем так, российские известные музыканты говорят, что наоборот, в период пандемии вот эта самоизоляция пошли на пользу, потому что можно было сесть в студии, да, ну, или сесть дома там написать тексты. То есть, нет вот этой бешеной гонки концертной. У меня, у меня все именно так. Я больше пишу, больше занимаюсь материалом своим. Да, как-то так. Так, вот, а ты говорил сейчас на конце, я продолжаю просто тему. Как зарабатывают авторы-исполнители в период пандемии? Я зарабатываю на работе, на заботе. Ты говоришь, что ездил в Хабаровск. Да. Это была осенью, да? Ну, освоение новой площадки, все прошло нормально. Это был квартирник или это был концерт-концерт? Это был такой концерт-квартирник, концерт в формате квартирника. Это независимая студия, театр и т.д. Такой есть там. И очень хорошо встретили. Хороший звук там, у них хороший аппарат. То есть, есть возможность, ну, все делать достаточно качественно. Да, и насколько часто они это будут делать дальше? Ну, сейчас вот 15 января поеду. 15 января буду играть, да. Я пока никуда не езжу. Я пока, ну, готовлю, у меня сейчас процесс записи своих альбомов. То есть, я хочу поскорее, ну, не поскорее, а как, ну, хочу уже как бы зафиксировать какое-то творчество, которое уже сложилось, уже созрело, уже хочется его, ну, зафиксировать, так сказать, где-то на какие-то носители. Вот. И сейчас мы работаем над какими-то композициями определенными, с ребятами, да, какие-то партии накладываем. Ну, то есть, как это будет, вот, интересно звучать с другими инструментами. По поводу инструментов. Пока я в работе, так сказать. Да, вот сегодня батл был немножечко нечестный, потому что Наталья пользовалась помощью бас-гитариста, представь своего партнера. Бас-гитаристом у нас был Николай Пахмуткин, замечательный человек, музыкант. Помогал мне совсем немного. Вы просто дали фору или что? Почему? В Наталье не было, там, ханга, например, или баяна какого-нибудь. Да, на самом деле, это такая тоже разведка была, и батл достаточно условный. В нашем жанре все же такое, ну, доброе. Доброе, мягкое, воздушное, поэтому здесь, я думаю, все нормально в этом плане. Посмотрим, как будут продвигаться вот эти все дела, и что можно будет сделать еще в дальнейшем. Как вот этот вот формат как-то расширить, как-то его улучшить. В общем, надо работать. Ты говорил, что в городе есть еще пара человек, которые могут дать жару и собрать вот этот батл два на два. Ну, сейчас вот, сейчас у нас предстоит нам батл с Андреем Кораблевым. О, это будет интересно. Мне. Заявочка, заявочка хорошая. Ну, потому что у нас тоже немножко назревает какая-то небольшая, возможно, коллаборация. Я сейчас ничего не буду так конкретно говорить, потому что непонятно. Это тоже весовая категория, знаешь, как это сейчас батл с Кораблевым, это как батл Оксимарона, скажем, со славой КПСС. Причем Оксимарон здесь не ты. Там будет тоже не такой прям батл, что мы должны друг другу там уделать прям. Тоже дружеский батл и чтобы посмотреть, как вот в дальнейшем возможно, возможно ли что-то делать вместе. То есть, в таком коллаборационном режиме, что называется. Ну, в общем, пока это все в таком, в разработке, в общем. Ведутся переговоры. Наталья, с твоей стороны, вот у них будет мужской батл. С кем бы хотела побатлиться из авторов исполнительницы? Ну, у меня была идея. Есть шанс заявить о себе, сказать, вызываю нам батл. Не, ну и вызывать пока никого не буду, но была идея тоже с Андреем Кораблевым связаться в этом плане. Потому что, ну, у него есть такие очень крутые композиции. И не одна там, у него есть целый запас, так сказать, целый, как это сказать? Кладец. Кладец, да. Целый корпус сочинения. Корпус сочинения. Это серьезный противник, на самом деле. Да, да. Ну, то есть, нет, не противник, друг, товарищ по песне. Ну, а из представителей противоположного повода, своего. Из своего пола, ну, надо подумать. На самом деле, просто, как сказать, мало знаю авторов, которых прям много. Ну, можно вызвать даже вот Татьяну Карпову. Это, конечно, бард-исполнитель, но у нее есть свои авторские песни. И очень даже лирика тоже такая же, очень красивая. И текста, текста просто невероятные. Ну, вот, в числе прочего, как раз вот этот вот батл, он и был задуман как что-то такое, что, возможно, ну, привлечет других людей, то есть исполнителей, вот этот формат именно. И придут, придут другие люди, которым тоже станет интересно. Вот это вот, вот это, что называется, дух соревновательности проснется, да? Ну, вот какие-то такие мысли были. Ну, это еще и обмен фан-базой своего. И обмен фан-базой, конечно. Ну, здесь все, все вместе, все из мелочей складывается в одно какое-то целое. Ну, еще не сложилось, может быть, сложится. Посмотрим. Не, ну, вот идея два на два, я думаю, что... Причем, если разделить именно мальчики-девочки, мальчики-девочки, да, то это было бы, ну, то есть, такое заявочка. Вот можно, например, взять тебя, например, Андрея Кораблева, Ксению Камзалову и меня. У нее же тоже есть авторские песни свои, причем, ну, тоже очень-очень достойные. И вот можно прям вот что-нибудь соорудить такое, что... Так, господа, мы ищем спонсоров, информационных партнеров и так далее, так далее. Пиарьте, пиарьте, всегда давайте. Да, будем очень рады, если нам будет кто-то помогать, то есть, кто-то подключится, может быть. Спасибо большое. Спасибо. Успехов. Да, будем продвигать эту тему. Больше в этом году мы нашей съемочной группой ни с кем из музыкантов не встретимся, поэтому от лица комсоморских музыкантов всех желайте Нового года. Вашей фан-базе, их фан-базе. И вот такая ответственность. Конечно, ну, вы прям, да, прям легло, прям, я прям чувствую, что этот груз лег. На самом деле, я думаю, что фан-база, она тут у нас в городе не такая, ну, не такая огромная, она у всех примерно одна и та же, это на самом деле. Поэтому, конечно же, пользуясь случаем, всех поздравляем с Новым годом. Всем желаем, конечно же, здоровья, конечно же, счастья, терпения, сил, творческих успехов для творческих людей и побольше ходить на концерты. Я надеюсь, все будет хорошо. Ребята, ну, понятно, здесь по умолчанию все должны это понимать, что, ну, вот такие условия, да, ничего не поделаешь, нужно считаться с этим со всем. Да, я тоже хочу поздравить, ну, пусть от лица всех музыкантов, я думаю, меня все музыканты поймут и поддержат, что пусть в наш город продолжают входить новые песни, пусть они заряжают наших людей, которые слушают, которые влюбляются в наши песни. Это же, ну, да, вот почему фан-базу какую-то определенную, да, у каждого, ну, сложно. Просто это же как, то есть одна песня такая, другая песня такая, у каждой песни свой стиль, и каждый, вообще даже сложно определить, какой жанр, какой стиль вообще наших песен. Там что-то типа фолк, но типа и как бы и не фолк. Поэтому, ну, то есть одна песня запала в душу, вот одному человеку в сердце настолько, что вот он прям все, вот у него там в голове играет, играет на репите, вот. А другому человеку другая песня запала. Естественно, он придет, он может прийти только из одной песни, вот, ну, как бы послушать ее просто вживую. Тем более мы же поем живой звук, без всякой фонограммы, то есть это мы настоящие, очень живые, настоящие, живые просто, и как бы вот, и вот наша энергетика, наша любовь, да, вот к этим песням мы же их сами, сами растим, сами вот выращиваем и людям отдаем вот так вот. Вот, и, конечно же, кто вот влюблен в одну песню, может прийти вот за одной песней, кто-то, ну, и из этого складывается-то, в принципе, зрители и наша фан-база, поэтому. Так что всех с Новым годом, с наступающим, пусть у вас все сбудется, пусть песен будет много, песни будут качественные, хорошие, с хорошим текстом, и музыкантам тоже желаю удачи, успеха, ну, и зрителям, конечно же, тоже все, чтобы все сбывалось. Ура! Всем привет! С Новым годом! Спасибо! С Новым годом! С Новым годом! Просто нужно пустить душу, открывая вновь, поселить это любовь.